На Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его». Здесь пророк говорит или о народе, или о святой жизни святых мужах. Смотри, как он оканчивает книгу благодарностью, научая нас, что это должно быть и началом, и концом наших действий и бесед. Так и Павел говорит. «Если что делаем словом или делом, всегда благодарите Бога и Отца». Колоссиным 3.17. Также начинается наша молитва, говорит. «Отче наш, свойственно тем, которые благодарят заполученные дары, означая все дары одним этим названием. Кто назвал Бога Отцом, тот исповедовал усыновление, а кто исповедовал усыновление, тот возвестил оправдание, освящение, искупление, отпущение грехов, дарование духа. Все это наперед должно быть, чтобы мы имели усыновление и удостоились назвать Бога Отцом. Впрочем, мне кажется, пророк указывает здесь еще на нечто другое. Во святых его, говорит он, то есть через святых его. «Благодарите его за то, что он так устроил жизнь, или что сделал людей ангелами». Потому, сказав наперед во святых, пророк прибавляет «Хвалите его, утверждение силы его». Выражая то, что я сказал, так как этого Бог желает более, нежели того. «И небо сотворено для человека, а не человек для неба». Мне кажется, что пророк указывает еще на нечто другое, как в предыдущем псалме. Как там он сказал «Хвалите его, ангела его», так и здесь «Хвалите его, утверждение его», то есть находящееся на тверде его. «Он непрестанно призывает горние силы к участию в словословии. Хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его». Смысл слов его следующий. «Хвалите его за силы его, за могущество, за чудеса его, за могущество, которым он является во всем, горнем и дольнем, общим и частным, над каждым и непрестанно. Хвалите его по множеству величия его». Но возможно ли вознести хвалу, соответствующую множеству величия его? Пророк не говорит «соответствующую». Но такую, какую ты можешь возносить, представляя множество величия его. «Возноси такую хвалу, какая возможна для тебя, какую человек должен возносить великому и безмерно великому Богу, а хвалу, достойную его, никто вознести не может. Видишь ли стремление души, видишь ли душу пламенную, стремящуюся и усиливающуюся преодолеть собственную немощь и возлететь наконец к самому небу, душу, соединившуюся с Богом и преданную ему великой любовью? Во гласе трубном. Хвалите его со звуками трубными, хвалите его на псалтире и гуслях. Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимбалах, хвалите его на кимбалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! Пророк приводит в движение все музыкальные орудия и заповедует на всех их возносить стройную песнь, воспламеняя и возбуждая душу слушателей. Как иудеям заповедано было славить Бога всеми музыкальными орудиями, так и нам повелевается славословить его всеми членами, глазами, языком, слухом и руками. Это выражает Павел, когда говорит «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу, на разумное служение». Римлян 12.1. Славить его глаз, когда не смотрит бесстыдно, и язык, когда поет, и слух, когда не внимает срамным песням и клеветом на ближнего, и сердце, когда не строит козни, но источает любовь, и ноги, когда бегут не на совершение зла, а на исполнение добрых дел, и руки, когда простирается не на хищение, любостяжание и побои, а на милостыню и защиту обижаемых. Тогда человек делается благозвучной псалфирью, вознося Богу самую стройную духовную песню. Те орудия были дозволены тогда иудеям, как по их немощи, так и для того, чтобы располагать их к любви и согласию, побуждать ум их, исполнять с радостью то, что доставляет пользу, и таким усложнением души руководить их большему усердию. Бог, зная их грубость, ленность и беспечность, хотел таким мудрым распоряжением пробудить их от усыпления, облегчая труд продолжительной молитвы по приятности музыкального пения. Что же значит в кимвалах? Так называет пророк псалмы. Иудеи не просто ударялись в кимвалы, не просто играли на гуслях, но сколько возможно и посредством кимвалов, и посредством трупов, и посредством гуслей выражали значение псалмов. К этому они прилагали усердие и старание, которое приносило великую пользу. Всякое дыхание дохвалит Господа. Призвав жителей небесных, пробудив народ, приветствовав в движение все музыкальные орудия, пророк, наконец, постирает речь ко всей природе, приглашая к песнопению всякий возраст, старцев, мужей, юношей, отроков, жен, вообще всех жителей вселенной. И таким образом наперед рассевает семена нового завета для людей, распространенных по всей земле. И так будем постоянно хвалить Бога и непрестанно благодарить Его за все, и словами, и делами. Это наша жертва и приношение. Это служение самое лучшее и достойное ангельской жизни. Если мы будем постоянно славить Его таким образом, то и настоящую жизнь проведем без всякого преткновения. И достигнем будущих благ, которых досподобимся всем и благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.